С нами Дмитрий Жарков, Ольга Куликова, которые вновь выиграли открытый чемпионат Германии. Поздравляем вас, спасибо за ваш стадию. Спасибо. Прошел год с нашего прошлого интервью. Новый год, новый Штутберг. Какие эмоции у вас в этом году? Нельзя сказать, что каждый год эмоции повторяются. Каждый год это что-то новое, потому что в том году у нас была упорная борьба с немецкой парой. И, конечно, это было неизбываемое ощущение, когда мы первый раз выиграли Штутберг. В этом году было немножечко все по-другому, потому что мы просто наслаждались друг другом. Мы наслаждались этой атмосферой, музыкой. И, честно, после сегодняшнего фальса, который был первым танцем, мы уже было все равно на оценке, потому что... Ну, игра сплакалась. Мы просто улетели куда-то. Честно, это просто был такой эмоциональный порыв. Ну, это было что-то особенное. Сложно описать словами. Да, и танец победителя, то, как встретила публика. Который день же вы хотите танцевать? Знаете, да, наверное, сейчас будет посыл всем танцорам. Это стоит того, чтобы уже 27 лет приходить в зал каждый день и быть там весь день. Вот, может быть, только вот ради этого момента. Это что-то такое спешл. Это на всю жизнь. И никакие призы, никакие титулы с этим не сравниваются. Первые места приходят, уходят, а вот эти эмоции не остаются на всю жизнь. Вы подарили нам сегодня очень разные эмоции. Это и трогательный, это ваш пальс, танец победителей. Также и венский пальс в одной восьмой финала, если я не ошибаюсь, когда вы с литовской парой станцевали очень похожую вариацию. Как долго вы ее учили? Мы не учили, честно, за минуту до начала. Я подошел к Валдусу, я говорю, Валдус, надо что-то делать. Надо завести публику, потому что у нас уже были пробы такие на чемпионате Европы, но нам там немножко помешали другие пары. Вроде всех попросили не лезть в центр, а они все прилезли. Поэтому в этот раз мы решили уходить из центра по кругу. Ну, честно, в большинстве с вами была импровизация, но всем понравилось. Вычу с вами также поговорить о российском танцевальном спорте. В последний год Федерация акробатического рок-н-ролла и танцевального спорта сделала огромную работу. Мы видели, что сборная России выезжала на различные сборы. Изнутри нам расскажите, как все происходит, насколько эта поддержка важна для танцового? Это честь быть в сборной, потому что то, как мы сейчас себя чувствуем, то, что для нас делается, никогда не было раньше. И это вот новый уровень, абсолютно новый уровень, за что надо большое спасибо сказать нашему президенту Надежде Викторовне Ярастовой, конечно же, всему президиуму, главным тренером, тренерскому комитету, потому что те сборы, которые проходили, вот уже два раза с Кисловодским, вы знаете, это очень сплачивает всю команду. То есть мы же не только в зале вместе, мы, может быть, кушаем вместе, мы, может быть, играем в пинг-понг, ходим на процедуры. Это большой шаг вперед, и все пары учатся друг у друга на паркете, посмотрят, делятся советами какими-то. Мы действительно себя чувствуем, как, знаете, олимпийский вид спорта. Да. Хорошо, что это есть. К слову о команде. Мы знаем, что у вас большая команда, и многие ребята сегодня также танцевали. Как у вас проходит этот процесс? Вы смотрите за ними во время турнира, или видео уже после отсматриваете, чтобы дать какие-то советы им? Ну, конечно, мы стараемся смотреть и во время турнира, но сегодня я ребятам уже в четверти сказал, что, ребят, сори, больше не смотрим. Сегодня лучше вы нас поддерживаете уже, но мы ими очень довольны. Они показали сегодня хорошие результаты, хороший танец, поэтому мы счастливые танцоры и счастливые тренеры. Нам очень повезло с учениками, с нашими друзьями, коллегами, которые нас любят. Хорошие очень люди, талантливые танцоры. Спасибо вам большое за интервью, спасибо за ваш танец. Покажите, пожалуйста, ваш курс. Да, вот такой интересный. Все, всем огромное спасибо за поддержку. Трудитесь 27 лет, у вас тоже так и будет. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...